Ахахаха Ахахаха Немножечко что-то такое витает в воздухе Ахахаха Не, ну грусть грустью, чай пить это с тортиком то что надо Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП Меня зовут Дима и вышла вторая серия шестого сезона нашего любимого сериала Школы Тянуть не будем, пошлите сразу смотреть перед началом Не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг не подписаны Забегайте в мой Телеграм Там всегда новости, когда следующая реакция, стрим, летсплей и многое-многое другое И погнали смотреть Чтоб у вас все было хорошо и у меня было хорошо Ха-ха-ха Фигеть у него, башка крепкая Пробу табурет Да я просто новенького бутылкой по голове Мам, башку-то другое продумать Спасибо большое Оливия Алексеевна Слышь, дерзкий, так, а что вы честно с дочкой летаете? Вам всем дам совет, лучше с нами не ссорьтесь Ой, как мы скучали за вами Вторая серия шестого сезона глазами школьников Давайте под этим видосом соберем более ста тысяч лайков до этого вечера И всем приятного просмотра Даааа, пошло, пошло Опять ты, ну что? У нас каждая серия будет начинаться с этого неприятного человека Вот эта ситуация и есть подтверждение твоей скрытой агрессии Ты копишь себе весь негатив, а потом выплескиваешь все за разом Он сам напросился на эту бутылку Тебе повезло, что бутылка была Знаете, если не смотреть до этого серию, то как бы совсем другую представляет Оливия Алексеевна так и сказала Кто такая Оливия Алексеевна? Моя новая знакомая Ну то, что ты указал отчество, скорее всего Не просто знакомая А у нас там время не закончилось, а то мне в школу пора Это поэтому ты всегда приходишь ко мне В своей школьной форме Мне так просто привычней Даже когда школы не было, ты приходил ко мне В ней Может ты боишься, что вне школы тебя не существует В школе с тобой постоянно что-то происходит Ты в центре внимания Историю из простой жизни я от тебя не слышал Так что, время закончилось? Не, подожди, мне понравилось его предположение А что ты спешишь? Знаете, что он мне напоминает? Вот есть игры, где твой выбор влияет на сюжет Там типа антология она целая Блин Dark Pictures И там есть дядька, который ходит с канделябром Вот тоже, кстати, канделябр сзади зажжен И такой типа Вы сделали правильный выбор А сейчас посмотрим, что вы сделаете дальше Вот этот дядька немножко напоминает эту историю Продолжим в следующий раз Но хочешь совет? Попробуй хоть один день провести без своей школьной формы Ну, так сказать, выйти из зоны комфорта Ну, учителя не поймут А ты воспользуйся старой хитростью Скажи, что форма не высохла А, хорош, блин, интересно Я его зря обозвал нехорошим человеком Он какие-то интересные такие мысли начал сразу предлагать Оправдан, оправдан Ты чё, не успел переодеться? Да нет Просто не высохли Димон, слышь А это правда, что у вас в классе химии учится мой брат? Ну чё, реально твой брат? Нет, говорят, что по размеру брат Ну да, Стёпа вроде О, прикольно А он правда такой же, как и я? Но мне кажется, вы бы подружились Может быть Ай Да нет, подожди Он как бы такой Немножечко, ну, образ заявлен Поняли? Орех мыслитель Поэтому не надо вот Хотя, может быть, они друг друга бы дополняли Понимаете? Как его, блин? Кунжут? И какая-то у него такая тоже фамилия Фиников Не помню Ну что-то, короче, связано с этими сухофруктами, с орехами Ты чё, больной? Ну, ты же сам попросил Что такое? Что случилось? Он снова на свободе Бутылочный монстр Кот красный Кот красный Повторяю Опасность У нас сокол в гнезде Прячем бутылки Срочно Опасность Дерзкий Ты дурак? Слушай, Димон А ты под каким углом его бил по голове? На себе тестят Димон, срочно рассказывай им, что это была не настоящая сахарная бутылка, пожалуйста Нашли, что на себе тестить Пацаны, ну е-богу Ну пойдите в воду в кулер наберите Стоит пустая баклака сзади Клади бутылкой, а? Ты выдерживал прямой угол? Слушай, только что Камрана ударил А бутылки хоть бы что Прикинь, какая у Гриши черепуха была Проверь Камрана голову, пожалуйста А тебе принципиально чем бить? Я к тому, что пластиковый смог бы Так насчет бутылки это была правда? Кстати, Димон, а что твой психолог сказал по поводу этого? Может таблетки какие-то прописал? Да ладно, успокойтесь Чего вы над ним так прикалываетесь? Ты его защищаешь, пусть тоже боишься По черепухе бутылкой, да, получишь? А тебе завидно, что тебя никто не защищает Где Анжела? Анжела? Э, собака в парке укусила Она пока болеет Собака, это не ты случайно? Я сейчас ту бутылку на твои черепухи проверю Димон, под каким углом говоришь бить? Дима Под прямым Слушай, ну интересно Иксюха вписала из-за нас И Анжелки нету, что самое интересное Блянь, блянь А что это за фотографии здесь такие-нибудь? А что это? Это не похоже на наших учеников Это какие-то подписчики или что, да? О, что значит хороший большой монитор Для просмотра сериалов отлично Для игры в хоррор прям кошмар А почему ты не в хоррор? Так он ее постирал Наверное, причину лучше не смог придумать Так настоящую причину скажешь? Восьмый класс Вы гэй в злузду заехали на своих каникулах Подурили? Я согласен с тобой абсолютно Переведу для тех, кто не понял Восьмой класс, вы что совсем с ума посходили на своих каникулах? Зачем вы сделали? Это как вообще в голову пришло? Рашид Жавдатовна Мы еще ничего не успели сделать Вот пусть так и остается Страшно? Она сразу на выпережание Молодец, вот блин Вот как ее не любить Смотри, как она забавная Правильно, очень хорошо Бойтесь, бойтесь Это полезно А я шучу Дерзкий, ты чего на партии был? Рашид Жавдатовна Если вы будете так шутить Тут до выпускного доживут не все И вообще, Рашид Жавдатовна А что это вы к нам в класс? И без никаких предметов А что нам ломать? За что вы нас ругать? Ну, по-настоящему Какую-то коробку принесли сейчас Нужно, конечно, и коробку сломать Но, ну, как-то маловато Вы теряете хватку Да, Рашид Жавдатов? А ты чувство юмора, я смотрю Не растерял, да? Я надеюсь, сохранишь его До конца семестра Ну что, дорогие мои Я хотела Ааа, это Валентинки, да? Наверное, собирать, да? Ой, слушай, это интересно А, блин, а что это в нем? Или было это в прошлом сезоне? Я не помню В прошлых сезонах Ну, вот эта вот традиция Собирания, потом раздавания При всем классе Это интересно Дело, конечно, вам сказать Что вы такие молодцы Так выросли Что я по вам Соскучилась Но, как говорится Врать грех Я не буду Болваны были Болваны отстали Узнаю старую, добрую Рашиду Жавдатов Дмитрий Вы со словами поаккуратней А то до... Молодая, но добрая Молодая А ты чего придираешься, ебок? Как будто такого выражения не слышал Добрая еще туда-сюда А старая мне не нравится Вы вообще почему без формы? Вы мне, наверное, не поверите А вы почему подождите? Вы как будто... Эх, сейчас Ой, сейчас хочу и чихнуть И смеяться одновременно Так, слушай, это надо прям Запатентовать термин И смеешься и чихаешься одновременно Что это... Как это может называться? Напишите обязательно в комментариях Но чих не прошел Вы как будто в парк собрались В натуре Но у меня вещь не есть Верю Вы прям без формы Другой человек Сами на себя не похожи Ну, а если серьезно? Рашид Жовна Коробочки, остатки детей Которые вас не слушались? Серьезно? А мне понравилось Суй руку в коробку Рашид Жовна А за это дополнительные баллы по физике будут? Если да, тогда я могу засунуть Сейчас, прости Да, Саша Дополнительные баллы, все это хорошо Сзади, глянь, какие портреты забавные Ну, это по-любому Какие-то подписчики Ну, скажи, ну, видишь Хороший план Я такое одобряю Как вы видите, я сам вставляю рандомные комментарии Хватит копаться Две бумажки достал И все, давай, быстренько Надеюсь, это не имена тех, кто будет разносить валентинки по младшим классам А при чем тут валентинки? Может, потому что сегодня 14 февраля Я надеюсь, что у меня будет валентинка Точно, сегодня же день святого валентина Он же уже собаку укусил Вот это мне повезло сегодня, да? Ну да, себе явно повезло А твоей валентине не очень А остальные мальчики могли бы и наскрипсти хотя бы на одну валентинку для девочек Мое имя и Дима Это значит, что мы самая влюбленная пара школы Если что, без обид, но я по девочкам Не, все нормально, все хорошо Любовь может быть и дружеской, не волнуйся А может быть и недружеской Ох, Дима Рашида Жабдатовна Кабинет в вашем распоряжении Дитя, я предупредила, что это поручение самого завуча А в случае непослушания все будут дружно наказаны И за это отдельное спасибо Итак, прошу любить и жаловать Кто не знает, это наш новый преподаватель химии Оливия Алексеевна Она проходит в нашей школе практику Поэтому я очень прошу слишком сильно от ней не издеваться С некоторыми я знакома Дима, привет Здравствуй Да что ты, моя дорогая Оливушка, перестань Ты и так уже нам линию как бы пропихивает Нам вот эту вот любовную Не надо, не надо Я занятой человек, хорошо? Наберешь меня вечером Кстати, всех с Днем Валентина Ну, этого Ладно, я пойду, а то у меня дел полно Да, да Дима, привет Так это по поводу бутылки, я же говорил Почему тут наши с Димой имена? Чтоб ты на уроках так вопросы активно задавал, как сейчас, дерзкие Имена Итак, рлеп его, папка, чё, не знаю, напрашивает Обоши, потому что такой сегодня чудный день Потому что вы сейчас, дорогие мои, побудете на моем месте Вот вам конспекты, методички, немаленькие Разберетесь там, что к чему И шуройте оба в класс физику преподавать А вам, мои дорогие А, это, есть, а чё на 14 февраля? По-моему, это на День Учителя делается Когда ученики с учителями меняются местами У нас когда-то было такое в школе Ну, так себе быстро закончилось У нас было больше, чем тем несчастным У вас физику сегодня Всё-таки проведу я А можно моё имя вытащить? Я моё Да не Дерзкий, ты вообще знал, что сегодня День Влюблённых? Так, ну, во-первых, не дерзкий Обрати внимание, пожалуйста Всё в сердечках По коридору они этому шли в класс Ты знал, что сегодня День Влюблённых? А чё в натуре все шарики понадували? Он как будто заспаунился в раздевалке Повешал форму и пошёл дальше А учитель дерзкий Соблюдай субординацию Коллега А во-вторых, ну, как не знать Когда тут вся школа в этих дебильных Валентинках Грёбаный праздник Блин, а я чё-то провтыкал А ты дочке нашего историка Валентинку подарил? Димон, скажи своему психологу, чтобы он тебе календарь купил Чтоб ты такие праздники не пропускал Ещё скажи, что ты знал, что сегодня День Самоуправления Нет, не знал Зато знаю Ху-ху-ху Ты сейчас будешь рад Если узнаешь, у кого мы заменяем Сейчас мы отыграемся А настроение у меня как раз такое О, слушай, дерзкий Ты, наверное, иди в класс, а я тебя сейчас догоню Не вопрос Я там как раз всё подготовлю Но ты не задерживайся Оливия Алексеевна Что? Я случайно закрыла класс? Нет, я просто ещё раз вам хотела сказать спасибо за ту ситуацию Ну, одного спасибо мне достаточно Кстати, с Днём Святого Валентина Ой, спасибо, и вас тоже Мне, кстати, сегодня подарили Валентинку Правда, не подписали А вы поздравили свою девочку? Честно говоря Откуда ты знаешь, у нас есть девочка? Ты только два или три дня в школе уже прошаренная такая? Эээ, Димас, всё Вообще, сворачивай ласты Вот эти вот влюблённости в учителей Ничем хорошим никогда не заканчиваются Варья, я как-то вообще забыл про 14 февраля Ну, тогда держите Она, правда, немножко непрезентабельна Но если подпишете, то девочка будет рада Спасибо вам большое Третий раз Всё И помни, что каждый учитель в первую очередь опора для своего ученика Я убежала, а тебе удача на уроке Так, ладно, мне на урок Не засматривайся на неё Так, братишка, пожалуйста Даже не знаю, что и сказать по этому поводу Вы все здесь никто Это школа Это вам не детский сад, не курорт Это школа Она сделает из вас настоящих мужчин Даже из тебя, короткостришек Я вообще-то девочка А это уже мне решать Я сегодня у вас Учите, если вы думаете Завязался так забавно Что с вами кто-то будет нянчиться Я лично буду выбивать из вашей башки пуль Да захлопнись ты уже Молодец, Гриша Проявил характер Сиди, два Дерзкий, а у тебя всё нормально? Ты не хотел... Да, да Дима, ты, по-моему, забыл, что было в прошлый раз Давай, пожалуйста Вот смотри Правда, единственное, вот этот брат по размеру Ореховскому немножечко что-то там возмутился Но с ним бы я не рыпался И да, с той белобрысенькой я бы тоже наушники снял Но это уже прям перебор слушать на уроке Спросить, всё ли нормально у нас? Я отвечу Замечательно Ты только посмотри, у кого мы заменяем У наших друзей Мы тебе не друзья Правильно Мы больше, чем друзья Мы одно целое Мы учителя Вы ученики Так, всё Записываем тему урока Движение В системе Что? Так, это кто сделал? Димон, ты видел, кто это сделал? Нет Я смотрел, как ты красиво пишешь Мне, кстати, понравился твой почерк Ты двигайся в системе Чтоб не прилетало Так Григорий Фёдорович Я тебе сейчас твои толстые пухлые пальцы в розетку засуну И скажу, что это был неудачный эксперимент по физике Дерзкий Может, чуть полегче с ними? Ещё Рашиде расскажет И кому она поверит? Нам или им? Да и к тому же, ты ж слышал, что она сказала Если они не будут нас слушаться То все дружно будут Наказан Ну, если у нас будут видеодоказательства То накажут, скорее всего, вас Так, подружечка Уже с телефонами мы знаешь, что делали? Ой, ты просто недавно здесь А там такая послужная история И ноутбуки И телевизоры И магнитофоны И телефоны И телефоны несколько раз Одни прибивали Другие разбивали Закашляться думаешь, что? Потому что вспомнил, как прибили айфон И обрадовался Я же люблю андроиды Превышение своих полномочий Это мы уже проходили тысячу раз Телефоны Положили все на край парты Чтоб я видел А чего мы вообще должны тебя слушаться? Тебя спасает, что Рашида вас выбрала в день самоуправления учителя Мы с Рашидой на короткой ноге И мы сами себя выбрали И это твой лучший друг Как ты вообще с ним учишь? Он ведет себя Не образованное животное То есть, подожди Тебя, Гермиона, ничего не удивило Что я бы твоего одноклассника лупанул бутылкой И ты сейчас мне пытаешься Что-то там это разделяй властвуй Не пойдет Вроде бы мозги Я понимаю И пошла с другой стороны Хорошо, одобряю Но нет, нет Мы сильно много сожрали земли вместе с Девским Нас так просто не разделили Его место в клетке или в цирк Ну, в цирке он уже был Слышишь, Димон А ты на чьей стороне? Да ты реально перегибаешь Первый же их спровоцировал Да ты так думаешь? Или твой психолог? Может, хватит подколов в мою сторону по этому поводу? Тогда давай я проведу свой урок Но без тебя Это ты называешь уроком? Просто издеваться над ними, зная, что им приказали слушаться нас? Тогда я лучше останусь Тебе напомнить, что было в этом же классе на прошлом уроке? И после этого ты выбираешь их сторону? Я не... Но он не выбирает их сторону Ты тоже реально сейчас немножечко завелся Все-таки мы просто пытаемся что-то как бы что-то где-то А у тебя личностная обида, очень серьезная Когда человек при должности пренебрегает другими, преследуя свои планы По-моему, за это даже есть целая статья Не выбираю их сторону, но ты ведешь себя как говно Учителя это опора для учеников, даже если мы временные учителя Я тебе умоляю, попроси своего психолога поменять таблетку Потому что ты начинаешь путать Где друзья, а где враги Что за бред про опору? Скажи еще, что наш учитель истории это наша опора Или что его дочь? Хочу напомнить, что ты в отношениях с его дочкой Выяснять отношения будете у себя в классе? Рот закрой! Я вообще не понимаю, на чьей он стороне Слышишь? Наушники свои одел Да ни на какую Точно не на ваши Он скорее просто пытается угомонить дерзкого Что-то реально просто не в что-то хорошее превращается этот урок И слушаешь дальше свою музыку Все остальные записывают тему урока Реально, пидор Что? Это кто кинул? Ну я кинул, и че? У тебя два кроссовка Григорий Федорович Вроде такой умный А такие глупые поступки совершаешь Дерзкий! Последний раз предупреждаю Тихо! Успокойся! Дмитрий, пошел ты в жопу Да ну-ка! Ты поймал? Я тебя просил успокоиться Тебе гитары было мало? Друзей вообще не щадишь? Ты перегнул, Дерзкий! Я перегнул! И это мне говорит человек, который на прошлом уроке разбил бутылку об голову не очень красивого мальчика Без обид, Григорий Федорович! А знаешь, впечатление не лучше, чем от гитары, Димон! Ты сам виноват, Дерзкий! Слышь, а у тебя какой-то фетиш? Ломать об голову предметы! Второй раз видимся, и вторая голова страдает! Спасибо, что заступился! Да я уже сам хотел... Шо такое? Ля, ты шо к нам, я не понял, а эти везла подбрасываешь? Тут ситуация, труба немножечко произошла. А как вы так развалили монитор об голову Дерзкого? Ну это ж, ну как бы, даже если вы там подпилили его чуть ли не на две части, это больно? Платы-то целые, обрати внимание, пожалуйста, тоже пластик такой достаточно добротный. Какая-то он железная накладка. Ох, у меня смешанное чувство. Очень жестко смешанное. Зря начали конфликтовать при врагах, первое. Дерзкий реально начал перегибать, хотя вначале мне даже понравилось. Дальше просто нужно было как-то угомонить этот момент, но они не умеют, они не обладают авторитетом перед учениками. Это глупо, вообще вот поэтому все эти дни самоуправления, или как там они называются, проваливались начистую. И мне все так же непонятна позиция этого класса, потому что вроде как мы в прошлый раз этому Григорию, я не помню как его по отчеству, разбили бутылку об голову, а нас вроде бы как здесь своим считают. Я хотел заступиться, просто обещания училки не хотел нарушать. Чё ж ты таким смелым не был? Тогда дерзкий был здесь. По твоему совету действовал, ссориться не хотел. Пока что из всех пацанов ты самый адекватный, несмотря на твой фетиш. А ты случайно не ударник? На сегодня урок у вас закончен, спасибо за внимание. Слышь, Дима! Что? Итого, на нас запало вот это в наушниках, на нас запало Гермиона Грейнджа, шо еще осталось? Нам, чтоб Женя нас запало. Я немножко не знаю, что делать. Потому что, а мы запали на Оливию. Ну так, знаете, типа, немножечко что-то такое витает в воздухе. Дима, это что такое? А ты у него спросить не хочешь? И откуда Валентинка у тебя? Мы с пацанами все-таки скинулись и купили девочкам партию. Тачку и Валентинку. Может, меня спросили бы? Я своей женщине сам в состоянии сделать сюрприз. Это что? Хорошо, что Камран и Саша не видели на голове Дерзкого детали от компа. В ином случае они начали бы тестировать на головах друг друга то же самое. А где они? Эээ, ну, у нас Рашида должна была провести урок. Ну, она свалила со словами, у меня есть важные дела. А Камран с Сашей воспользовались моментом и пошли проводить уроки в наших классах. Можно ли представить, в каком состоянии они вернутся в наш класс, если Дерзкого преобразили в такой вид? Может, вы уже объясните, что произошло? Дерзкий? А ты у своего спроси. Жаль, что тебя никто на камеру не снимал, чтобы показать ребятам, что ты там устоил. Что такие грустные, а? Ну, по ощущениям, дела у них явно лучше, чем у Димона с Дерзким. Мы что-то пропустили. Еще один предмет, который, как оказывается, можно разбить об голову одноклассник. Нифига себе. Это кого так? О, слышишь? Говорено, говорено, не показывайте Камрану с Сашей. Нет, все-таки показали, прям напрямую сказали, что произошло. Дерзкому очень хорошо без кепки. Вы обратили на это внимание? Они очень классно лежат в волосах. Снова Димон? Слышь, Саш, там в кабинете информатики еще мониторы остались. Просто твоя очередь получать по голове, как бы. Ага, придумал. Эта дыра похожа на карьеру нашего историка Льва Анатольевича. В смысле? Он же уходит со школы. Куда уходит? Приезжает она в другую страну. Кто тебе сказал? А кто мне мог сказать, Димон? То есть, вашему общению? Так вот, что ты такой заряженный. Были от него какие-то вкиды про Льва Анатольевича, про его дочку. Ну, я думал, может, поссорились. Единственная барышня, за которой ухаживал наш дерз... Не, за которой удачно ухаживал наш дерзкий, и та свалила. М-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. И не, с его дочкой приходит конец. Как бы тебе так помягче сказать? Так по этому День Святого Валентина для тебя теперь тупой праздник. Что ты хочешь? Восьмой класс! Нет, вы точно издеваетесь. Вам пораблано! Вы сдурели вообще! Что вы творите? Нет, расширь же у нас. Второй раз мы на этом не проведемся. Александр Пельку. Стулы дерзкий. Ты мне ничего объяснить не хочешь, а? Вы страшили, на короткой ноге. Дерзкий, получается, Дима был прав. А вы, Дмитрий, вам тоже видео продемонстрировать? Или вам голова дерзкого? А как они все умудрились снимать, если мы следили за ней, и никто не так не держал телефон? Одна единственная вот там вот сбоку сидела, как бы, которая все время нам, эти, подкидывала весла, как я говорил. И там мы у нее забрали вовремя телефон. А на что снимали? Сама за себя все скажет, а? Это вы так решили мне тут день самоуправления провести, да? Я могу все объяснить. Объяснить? Слушайте, а давайте я тоже на ваших уроках буду, я как тут примат бешеный по партам буду лазать. Нет? А почему нет? Откуда у вас видео? У нас камеры по всей школе. А они разве... А-а-а-а! К шестому сезону, пожалуйста, отметим галочка. Молодцы, молодцы. Правда, тогда они бы играли на нашу руку, а сейчас против нас. Вы рабочие? Ты это по-любому, Григорий Федорович, сжаловался. Как ситуацию исправлять будем? А пусть они не извинятся перед нашим классом, Рашида Жавдатовна. Это ты мой брат? Это ты орех? Брат. Брат. А может, ты еще на колене встать и поплакать? Этот ваш Григорий Федорович кроссовком в меня кинул, Рашида Жавдатовна. Если не верите, посмотрите по своим камерам. Они же рабочие. А если бы ты не скакал, как обезьяна, в тебя бы ничего и не прилетело. Извинения хочу, Рашида Жавдатовна. Я не буду извиняться. Да ты что? Да, перед шестерками малолетними я извиняться не буду. Может, тогда нужно весь этот материал директору показать? Или рассказать Оливии Алексеевне, что кабинет, в котором она преподает химию, чуть не уничтожили? Дерзкий. Извиняться перед ними не буду. Может, я где-то и перегну, но на это были веские причины. И какие же? Леонид Анатольевич переезжает и дочь свою собирает. Дерзкому сердце разбили. Так вы уже знаете? Ну, он сам. Да. Ты понимаешь? Знали бы мы это раньше, мы бы не пустили дерзкого вот такую дичь творить. Вроде бы оправдан в этом плане. Но с другой стороны, назад уже действия не откатишь. Он реально перегибал. То, что творилось в классе, это не норма была. И кто мне говорил, что я похож на Григория этого? Поскажите, пожалуйста. Типа ради Стёба визуально можно немножко предположить. Но если бы вы увидели меня в школе, то поверьте мне, я хоть был пухляшом, я был очень высоким пухляшом. Он сказал, когда торт по коридору. А вот чего вы во время моего урока по коридорам шляетесь, а? Извинения долго ждать. Гриша, ну вот Дмитрий, он перед вами уже извинился. А дерзкий, у него были свои причины. Я так думаю, вы его простите и без извинений, хорошо? А сейчас, пожалуйста, идите на свои уроки. Ну-ну. Нафиг ты извиняешься. Нет, ты издеваешься надо мной, да? Проходим. Ну что, восьмой класс. Ну поздравляю, собираетесь нас с повышением и с переездом, да, дочь? Это вам. Рашид Жавдатовна, вопроса вроде ко мне больше нет, всё замяли. Можно уйти? Отлично. Терзкий, стоять! Ты куда? Чё не так-то? Вы почему такие грустные? Ну, рифма напрашивается, но вся матерная. Потому что вы свалить решили и дочку свою забираете вместе с собой. Тортик приволокли. Типа, мы должны радоваться, что они валят. Тогда нового историка какого-то приволокут, а мы там знаем, будет хорошо это или плохо. Ну чё, за границей зарплату больше платить будут? А, на сколько больше? А нам теперь другие истории преподавать будут? Тише, восьмой класс. Я бы на вашем месте не радовался и не огорчался. А вдруг мне там кто-то поставит печать неудачи? А? Я всегда знаю, куда могу вернуться. Так, кто со мной чай пить? Вперёд! Пошли. Не, ну грусть грустью чай пить, это с тортиком то, что надо. Тебе обязательно с папой ехать? Я понимаю, о чём ты. Дерзкий, из-за тебя сегодня фигню творить начал. Ты думаешь, это было моё решение? Может, ты на него повлияешь? А ты сможешь повлиять на него? Самое главное, то, что нам было весело. И таких учеников, как мы, вы больше нигде не встретите. И дай бог, что мы... И слава богу. Ну, так бы сказал бы, наверное, любой другой учитель. Хотя, действительно, с теплотой бы вспоминал потом эти... Паша, никогда не встретили таких учителей, как вы. Я манал в противогазах ходить. Согласен, на него не повлиять. Может, ты сможешь объяснить ему как другу, чтобы он принял эту ситуацию? Уверен, что не выйдет. Кстати, с праздником тебя. Ну да, подходящий, конечно, выпал день, чтобы сообщить о нашем переезде. Ладно, удачи вам с папой. И спасибо ему за уроки истории. И вам спасибо за прошлый семестр. Ещё бы обнялись. И главное, чтобы дерзкий при этом зашёл, понимаешь? Ну, Димас Дон-Джуан, конечно, местный. Мы это знали всегда. На него и старшеклассницы там западали, и то, и сё. Ну, тут прям, слушай, можно вот так вот на картах гадать, кто будет следующий. О, мой Бог, это же... Это рандомный комментарий. Для самых лучших, самых крутых, самых невероятных подписчиков. Всё верно, это про тебя. Подписывайся в Телеграм и на игровой канал. У тебя из-за неё крышу снесло? Крышу у меня снесло из-за твоего удара монитором. Голова болит? Да знаешь, после гитары уже ничего и не страшно. Но ты это... Извини, наверное. Я, если бы знал, всё понял. Да, ты и не догадался. Ну, я лишнего наговорил. Мир? Нет. Ага, мир, конечно. Надеюсь, у меня сотрясло, нет? Ты точно справишься без неё? В кабинете у Гриши мне показалось, что нет. Да, я долго был одиночкой. Да и начаться даже толком ничего нормально не успела. В общем, ну ладно, срать. Понял, да? Мне срать. Чё там у вас с Полиной? Ты сегодня облажался, да? Ну, с днём влюблённых уж точно. На, сходите с ней вместе. Это что? Это мой сюрприз для неё. Но, видимо, уже не понадобится. Ладно, схожу на улечку, воздухом подушу. И да, кстати, перед тем малым, зря ты извините. Да я просто не хотел, чтобы Оливия Алексеевна узнала. Ну-ну. Спасибо, дерзкий. Да, смена формы одежды мне явно сегодня помогла. Да, нам Валентинку кто-то оставил. И не одну, три, да? Немножко сопереживаю Дерзкому, потому что вспоминаю свои переживания на тот момент. Дерьмовые чувства. Дерьмовые очень сильно, потому что были разные моменты у меня, всякие разные. Да, но всё это опыт. Всё это опыт, поэтому если вдруг вы сейчас переживаете такой момент, или как бы переживали раньше, и там думаете про него часто, или если вам встретится такое дальше в жизни, знайте, что это всё лишь начало, а дальше будет всё намного лучше. Уж поверьте. Что? А это ещё от кого? Всё хорошо? А, да. Подружание соседнего класса, да? Вот это будет, конечно, приколёс. А прикиньте, вот мы будем думать про Гермиону, про вот эту в наушниках, а это Женя подкладывает. Вот это будет реально хороший поворот. Вот, хотел форму надеть, она уже высохла, представляешь? Это тебе, кстати. Валентинка? И не только, ещё билеты есть. А куда билетики? А я не знаю. Братанчик, ты чё только откинулся, ты кто? Знаете, Александра Жопникова и Камрана Качкова, где можно нанчить. Кого? Они у нас прятали, потому что они на замене были. Мне нужны деньги отнесись за урок. Ничего, не путаешь? Так они меня ещё и на усе поступили. А чего ты радуешься? Но им при этом ничего, понимаешь? А своему разбил об голову монитор, так всё чётко, пошли ругать. Вот как они, вот слышишь, парочка такая, Саша и Камран, всё какие-то мутки мутят, им ничего за это не прилетает. Почти. Они сказали, что у меня в шее, это единственный способ избавиться от них. Так и сказали, что у меня лысым больше идёт. Так что, где их можно найти? Ну что, ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Собираем под этим видосом до конца этого вечера. Более ста тысяч лайков. Глянь, типа, дерзкий с этим, с Александрой Юрьевной. Это на что-то намёк? Что у нас преподавала Александра Юрьевна? Уже, по-моему, всё, что только можно. Давайте теперь будет преподавать историю, потому что вакантное место пусто не бывает. Ну такая серия, да? Немножечко качели эмоциональные нам устроило. То туда, то сюда, то вспоминали, то попереживали, то немножечко поудивлялись. Заметили моментик, то у нас были враги Теси, а сейчас снова параллельный класс. Всё-таки классика есть классика. Вражда с параллельным классом должна длиться навсегда. А в конце они, когда будут выпускаться, вместе будут танцевать вальс, потому что где-то мальчиков, где-то девочек не хватает, а потом посходятся, поженятся, понарожают детей. Ну а это уже совсем другая история. А если вам понравилось смотреть со мной эту серию школы вторую по счёту, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, а также подпишитесь на мой канал. Если вы вдруг не подписаны, забегайте в мой инстаграм, телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа ТОП. Пока!